На запалившейся полке нашел старый киевский торшер со сломанной ножкой и дай думаю починю. Хотя кого я обманываю, жена уже два года просит его починить. Здравствуйте, меня зовут Виталий, приветствую вас на своем канале My DIY. Для этого мне понадобятся обрезки щитов от старых проектов. И отрезок 25-ти миллиметровой фанеры для задания плоскости. Так как из этих обрезков мы будем склеивать толстый щит. Нахожу середину у обрезка фанеры и циркулем рисую окружность. Теперь методом перебора досок собираю щит, чтобы было как можно меньше обрезков. Оптимизирую, так сказать. Размечаю, чтобы не забыть потом где что лежало. Таким же образом формирую третий слой. Сразу же от досок отрезаю все лишнее торцовкой, чтобы края нигде не свисали и не мешали стягиванию щита. Щиты, конечно, были все одинаковые, но толщина у них во время усыхания оказалась разной. И поэтому без рейсмуса здесь не обойтись. Нужно, чтобы все доски были одной толщиной. Переходим к склеиванию. Использую обычный столярный клей, а вот размазывать его удобнее валиком. Валик резиновый и с него потом засохший клей хорошо отходит. Стягиваю все струбцинами и гантелей. Теперь начинается та часть, ради которой я и хотел сделать этот ролик. Буду делать простую каретку, чтобы с помощью нее на циркулярке можно было выпилить крок. Основание будет из ЛДСП, а направляющие из 8-мм фанеры. Креплю направляющие сразу саморезами. Здесь особая точность не нужна, потому что требований к этой каретке не так уж и много. Главное, чтобы хорошо скользила под направляющей и сильно не люфтила. Зачищая от зубсинцев, каретка ходит на тяг. Применяю силиконовую смазку. Остатки убираю. Так намного лучше. И убираю все лишнее в каретке. Так как в моем щите будет сквозное отверстие, я креплю щит к каретке с помощью самореза. Но если бы нужен был круг без отверстия, то тогда бы я использовал накладную шайбу. Ее бы я приклеил клеевым пистолетом к будущему кругу, а уже эту шайбу крепил бы к каретке. Теперь от щита отпиливаем все лишнее, постепенно его проворачивая. Тут очень важно сразу же удалять эти обвески. Они клиновидные и могут просто заклинить диск. А могут сильно отлететь туда, куда не нужно. Продолжение следует... Вот таким нехитрым образом можно получить круг на циркулярной пиле. Откручиваю круг от каретки. Измеряю толщину ножки лампы. Сверлом форстнера делаю углубление в нижней части круга. В этом углублении будут находиться крепления лампы. А вот сквозное отверстие я делаю уже пировым сверлом. Теперь шлифую эксцентриковой шлифмашинкой с зерном 180 микрон. Чтобы круг смотрелся аккуратнее, по всему периметру с обеих сторон я снимаю кромку кромочной радиусной фрезой. Осталось покрыть маслом, дать впитаться и после вытереть остатки масла сухой ветошью. Далее собираю всю конструкцию воедино. Этот торшер, наверное, самый недорогой из всего ассортимента ламп в Икеи. Но я думаю, дать ему послужить нам еще несколько лет. Ведь именно такие вещи и создают домашний уют. Я очень надеюсь, если ролик оказался вам полезен. Оцените его лайком, задайте свои вопросы в комментариях и ждите следующего видео. Оно будет совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok